Нынешний год принёс службе 01 уже немало хлопот. Пожарные расчёты на зов о помощи начали выезжать буквально с первых часов наступившего года. В январе огонь не только уничтожил несколько жилых домов, но и унёс людские жизни. У нас в Солдинском городском округе произошло увеличение пожаров по сравнению с прошлым годом. Количество погибших резко увеличилось. И половина пожаров, которые уже произошли, как раз из-за неисправности печного отопления. Поэтому сегодняшний рейд как раз и направлен на то, чтобы показать, как правильно делать печи, как эксплуатировать печи. Небольшой инструктаж от начальника отдела надзорной деятельности Александра Морозова и в рейд по частному сектору. Естественно, начали с бань. Требования по установке печей объяснил Сергей Казиханов. Перед топкой печи на полу должен быть притопочный лист размером 50 на 70. То есть, выполняется, как правило, из металла. Что ещё? На чердаке, где проходит дымоход, нельзя хранить какие-то материалы горючие, так как они под нагретой печи могут воспламениться, особенно в районе дымохода. После осмотра до владельцев доводятся замечания и даются рекомендации. А также вручается схема, в которой указаны все нюансы по строительству печей в парилке и установке топки в предбаннике. Важно не только правильно установить печь, но и грамотно её эксплуатировать. Главное не перекаливать и не сушить близко к печам. Белишко там, ну, всякие вот эти горючие материалы держать. И пользоваться для растопки можно бумагой, берестой там, но ни в коем случае не пользоваться бензином, керосином. Затем в доме осматривают электропроводку. Оценили, как установлен газовый котёл. Всё в норме. Идём к следующему дому. Предупреждён, значит вооружён. Вероятность возгорания у жильцов, которым объяснены правила пожарной безопасности, снижается значительно. А если они не будут соблюдать требования госпожнадзора, то ещё одной встречи с сотрудниками отдела надзорной деятельности не избежать. Злостным нарушителем мы привлекаем меры административного воздействия, составляем административный протокол. И там уже есть штрафные санкции. Уважаемые салдинцы, при установке печей в жилых домах и банях обращайтесь за консультациями к специалистам. Это обезопасит ваше имущество, здоровье и поможет сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.